Уже поглядим Гизаль Передача Ферри Адимон Матч о передаче ему оформляет Рашид Гизаль Один из самых талантливых И подающих большие надежды игроков Французского Леона Скорее всего не было здесь положения вне игры По-моему с Витровичем находились они на одной линии А в такой ситуации все-таки Арбитры всегда принимают сторону именно атакующей команды Вот вам пожалуйста что иногда Творите И вот пожалуйста момент который Вставлял голову И переиграл он в борьбе Анри Бедимо И угла Ля Хазет Входит штрафную площадь Удак поворотом В отличие от прошлого у него не все влетает В сетку соперника Хотя много уже говорил о том Что он Ля Хазет забивал не топовым командам Он забивал командам по два по три Но правда из нижней части Сделано это по собственной инициативе Потому что просто хотел летать Опасно И сейчас Гент Зот И вот те проблемы в центре обороны Связанные с одним единственным игроком Ярко выраженным Они снова привели к тому что Леон Итак кто же будет бить И мяч летает в сетку Любопытным образом Да агент исполнил этот штрафной Мяч прилетел через Рафаэла Над его головой И конечно здесь вопрос к тому Как была установлена стенка А самое главное почему Рафаэл не прыгнул В отличие от своих партнеров Так к Умсаре есть возможность Дать передачу Вальгуина Рафаэл И бьет сам поворотом Отбивает мяч перед собой Поэтому нам однозначно обеспечено Утомил Прессинг со стороны центрального защитника Вальгуина По левую И мимо летит мяч И обратите внимание Как мощно они провели начало первого тайма И как мощно они проводят концовку Еще раз я напоминаю вам дорогие друзья В четвертом французском дивизионе В Кремне сегодня в запасе нет Зато есть момент в исполнении Ген Очень здорово открывался И обратите внимание Это игрок был Карентена Талисо Который не побежал за ним И оставил его Мапу Янгамбива Тот стал заложником Пока смотрел за мячом К нему прибежал игрок И по воротам соперника Гизаль Ложный замах Накрутил тут как следует Фоке Подача Вальгуина Можно бить по воротам Ближний угол Который Очень вовремя переместился Закрыл этот ближний угол Ну честно говоря Других вариантов У Вальгуина уже не было Нужно было бить как можно скорее Потому что Мелкого паса Забегая в штрафную площадь Леонцы Гизаль бьет по воротам Вспомнив о том Что без ударов нет голов Кружить то можно здесь Сколько угодно Но правда расстояние было приличное Вероятнее всего А пока атакует ли он Гизаль И так Гизаль сегодня играет Очень остро И мы видим опять Как Кен становится заложником Схемы в три центральных Зарядных Который преимуществом владел А вот сейчас Момент Кулибали Перекладенный Заимяк в сетке ворот По-моему Гелк выхватывает победу В этом матче Смотрим еще раз Кулибали здесь Ну понятно Янгам Бива Как всегда Упустил В итоге Кулибали Кулибали получил Локтем в лицо От Антони Лопеша Или все-таки Не Кулибали забил Вот здесь вот непонятно По-моему мяч пересек Линию В конце концов Потом он залетел От